Мэтью Тотлауэр, бывший ведущий программы Today на NBC, в 2017-м уволен в связи со скандалом по поводу его сексуальных домогательств. Компания NBC News уверила общественность, что расследует все сама и не допустит подобного впредь. Линда Вестер, кинорежиссер и бывшая телеведущая NBC и Fox News, в своем официальном заявлении обвинила руководство Comcast в необъективном и халатном расследовании. Заявление будет завтра в New York Times и уже опубликовано на сайте Fox News. Линда, спасибо, что приехали к нам. Линда, я признателен вам за привлечение общественного внимания к ходу расследования, ведь с самого начала оно предполагалось быть открытым. Прошел год с момента увольнения Мэтью Лаура. Что происходит и какие результаты? Ну, они опубликовали результаты так называемого исследования, но... Там нет правды, потому что как минимум шесть женщин, пострадавших от сексуальных домогательств Мэтта Лаура, так и не были опрошены. Имеется также очень серьезная информация о том, что управление компанией на самом деле покрывает Мэтта Лаура. Так что ничего вообще не происходит. По заявлениям шести жертв не было составлено ни одного официального протокола. Не было допрошено четверо коллег Мэтта. Несмотря на то, что у них имеется довольно ценная информация, которая помогла бы расследованию. И я абсолютно убеждена, что компания знала про эти нарушения. Эта информация касается не только Мэтта, но и некоторых других людей, занимающих руководящие посты. По всем этим нарушениям так и не провели официального расследования. И напрашивается вопрос, почему? Почему председатель канала NBC News Энди Лэг не дает ход этому? Потому что он сам обвиняется в сексуальных домогательствах на работе. Или потому, что он покрывает некоторые громкие имена и фамилии в компании. Его волнует только прибыль компании. Ему нет дела до женщин, чьи судьбы, репутации и карьера просто уничтожены. Он думает только о деньгах и только о тех, кого хочет спасти. NBC News это часть большой корпорации Комкаст. Как вы думаете, они заинтересованы докопаться до истины, разобраться во всем и устранить проблему? И если ответ «да», то почему до сих пор ничего не происходит? Давным-давно Совету директоров необходимо вникать в это расследование. Они руководители общественной акционерной компании. И они несут ответственность перед акционерами и общественностью. Это вещательная компания, которая регулируется Федеральной торговой комиссией. Поэтому Совет директоров не может просто так взять и отвернуться, и, подобно страусу, засунуть голову в песок. Речь идет о женщинах, чьи судьбы и карьеры, возможно, разрушены. Они не имеют права игнорировать это. Комкаст в Твиттере заявил «Комкаст рядом и готов помочь». Да неужели? Совету директоров необходимо в срочном порядке выяснить, что происходит. И привлекать к ответственности тех, кто обвиняется в сексуальных преступлениях на NBC News. Не только Мэтт Лауэр, Том Брокоу, который лично притеснял и оскорблял меня, но и другие. Необходимо восстановить справедливость. Необходимо разобраться, в чем проблема с NBC News. Что там в конце концов происходит? Этим расследованием занимается Энди Лек, и вы упомянули, что он сам обвиняется в сексуальных домогательствах. Да. Было ли проведено расследование в отношении его самого? Нет. Вы думаете, что достаточно доказательств, чтобы начать расследование в отношении его? У меня есть точная информация о двух пострадавших сотрудницах. Они были опрошены комиссией. Один из руководителей совета компании в курсе этих двух дел. Он подтвердил их существование. И да, об этих случаях реальны. Об этом говорили в новостях. То, что меня больше всего шокирует, это то, что информация есть в открытом доступе. Ее легко найти. Вы можете ее просто загуглить. И тем не менее, руководству корпорации Комкаст, видимо, наплевать. Они ничего не хотят знать. Им все равно. Босс Энди Лека, Стив Берк, он вообще в курсе, что идет расследование? Похоже, что Стива Берка, оно совершенно не волнует. Если он поддерживает человека, на мой взгляд, абсолютно недостойного, чтобы управлять новостным отделом. Ничего не хочет знать и генеральный директор Комкаст Брайан Робертс. Компания Комкаст изначально создавалась как семейная, утверждающая принципы семьи, любви и верности. Но все происходящее не отвечает нормам морали и этики. Полная дискредитация семейных принципов. Позор корпорации. Она делает все, чтобы заставить женщин замолчать и скрывать преследование руководства. Самое шокирующее то, что во главе расследования стоит тот, кто сам обвиняется в сексуальных домогательствах. Можете ли вы назвать дату, когда были выдвинуты обвинения в адрес Энди Лека? Насколько мне известно, обвинения были выдвинуты в 1980-м. Мне рассказали, что в то время он был исполнительным продюсером West 57. NBC News должна отвечать за все, что происходит в коллективе компании и говорить правду. Но, судя по всему, этого не происходит. Это точно. Линда, спасибо за вашу активную гражданскую позицию. Спасибо.